В этом музее собраны экспонаты с железным характером, паровозы и вагоны, семафоры и спецтехника. Поэтому для работы здесь быть хорошим рассказчиком недостаточно. Экскурсовод железнодорожного музея должен быть и инженером, и реставратором. Да, высокопарная фраза «Кто, если не мы? Кто, если не мы?» Я еще раз ее повторю. Первый железнодорожный музей в России открылся в 1813 году при Петербургском корпусе инженеров, на 25 лет раньше, чем в стране появились железные дороги. Музей создавался для обучения будущих железнодорожников. Его первыми экскурсоводами стали бывшие преподаватели из корпуса инженеров. С тех пор экскурсоводами музеев железной дороги становятся только те, кто хорошо знаком с железнодорожной техникой. Близкое знакомство с техникой для экскурсовода железнодорожного музея едва ли не важнее умение общаться с людьми. Почти все сотрудники этого музея в прошлом – работники железной дороги, бывшие машинисты, проводники и электромеханики. Этот вагон был построен в 1907 году, следующий вагон был построен в 1911 году. Это был вагон, нет, они были не бронированы, это так называемый ладикавказский тип. Они были клепаны, железоклепаны, но они были рассчитаны на противопульную нижнюю часть, потому что путешествие по Транссибу в те времена было небезопасным. В натурном музее железнодорожной техники около 70 экспонатов. Среди них 38 локомотивов, паровозов, электровозов и тепловозов, более 10 путевых машин и 7 спецвагонов. Экскурсовод знает каждый экспонат до последней гайки. Сходящаяся резьба на оси, клинится ось, колеса крутятся, сходятся, расходятся. Во-первых, очень он много знает технических данных о паровозах. Он буквально, паровоз может по частям рассказать, из чего устроен, как состоит. И такие технические данные очень бывают многим, особенно взрослым, интересными. Инженерные навыки и доскональное знание техники сотрудники железнодорожных музеев используют не только во время экскурсии. Когда экспозиция закрыта для посетителей, экскурсоводы обновляют железных питомцев, реставрируют, красят, исправляют поломки. Техника, пусть и старая, должна работать. В течение рабочего дня экскурсовод проводит на улице минимум 6 часов, независимо от времени года и погодных условий. У нас очень мало времени, а я хочу вам так много рассказать. Я вас, как поисей, готов здесь водить по своему музею 40 лет. Самый молодой экспонат музея – скоростной электровоз ЭП-200. Ему меньше 20 лет. Его старейшему собрату по площадке исполнилось уже больше века. Паровоз серии ОВЭ впервые встал на рельсы еще в 1903 году. Самое сложное для экскурсовода – не озвучить эти факты, а быстро найти ответы на самые заковыристые вопросы посетителей. Самый забавный вопрос, почему, например, у паровоза на среднем колесе нет гребенки. Реборды ее еще называют. Задал ребенок, и я, честно говоря, понял, что из этого ребенка выйдет очень хороший инженер, так как такой пытливый вопрос, что я тоже бы озадачился. На всех колесах есть, а на этом нет. Что он сточился или что-то еще что-то там. Вот такой вопрос меня порадовал. Повел я ребенку, потом отдельно я пригласил этого ребенка на отдельную экскурсию. Провел я ему эту экскурсию уже абсолютно бесплатно. В любой экспонат можно заглянуть. Пройтись по бронированному вагону, в котором ездили первые лица страны. Вот здесь вот выдвигается бронезаслонка. Одна выехала, вторая еще там осталась. Вот они друг другу тоже перекрывают бронезаслонки. А вот это вот пусть управления вот этими бронезаслонками. Открыть заслонки, закрыть заслонки. В такие моменты экскурсоводу приходится быть предельно внимательным. За каждого посетителя он несет личную ответственность. Травмы во время экскурсий – большая редкость. Но все же без навыков первой медицинской помощи экскурсоводам не обойтись. Иностранец, турист, пошел лазить по технике, японец он был. На ровном месте спотыкнулся, сломал себе челюсть, разбил себе нос, лицо. Очень здорово он ударился об костыль железнодорожный. Оказали первую помощь, тут же отвели, тут же вызвали врача ему. Сумели худо-бедо, хорошо у него был с собой русско-японский разговорник. Сегодня в России около 50 натурных музеев железнодорожной техники под открытым небом. В них работает почти 150 экскурсоводов-железнодорожников. Субтитры подогнал «Симон»!